а друзья всем привет мы наконец-то его нашли это писающий мальчик мы наконец в брюсселе как вы наверное уже догадались это столица бельгии он на самом деле писает я надеюсь вам видно это одна из самых разочаровывающих скульптур и визитных карточек города значит была легенда оказывается почему он является визитной карточкой города была легенда оказывается он спас город 17 веке была бомба значит она должна была взорваться и уничтожить город но этот мальчик подписывал на бомбу и она не взорвалась он каким-то образом затушил наверное фитиль таким образом спас что-то кого-то каким-то образом он спас вот таким вот образом неизвестно достоверна эта легенда или нет но как известно каждая легенда имеет себе часть правды теперь узнаете почему он является символом города есть много туристов он находится вот тут очень в неожиданном таком укромом мест укромном месте его украсили под рождество в новогоднюю такую атрибутику так ну разумеется это очень туристическая часть вот здесь есть бар который называется писающий мальчик так и даже здесь есть маленькие неоновые такие писающие мальчики вот видите маленькие неоновые писающие мальчики вот посреди как он выглядит издалека очень невзрачно и очень неприметно значит фламандская архитектура видите очень много велосипедов я вам покажу чуть ближе чуть потом насчет это фламандская территория архитектура вот такие вот домики то есть голландский стиль здесь две части две части страны одна из них называется волония франкоязычная 2 называется фландрия который говорит на фламандском на голландском языке и вот это вот такая остроконечная такая архитектура с такими интересными крышами это и непосредственно голландская архитектура вот просто писающий манекен то есть мальчик это бар носит его имя у нас здесь есть пап и я сейчас покажу вам велосипеды смотрите вы видите велосипеды да они все разноцветные выкрашенные и они висят на стене велосипеды довольно популярны в бельгии также очень большое родство с голландии половина страны свободно говорит и фактически является голландская язычной территории а язык называется датский кстати он по-английски звучит дач что значит голландский вот вы видите крышу справа вот эта крыша справа это фландский фландрия фландрия голландская территория голландская архитектура я надеюсь вы меня поняли друзья простите за брак по звуку слева от меня маленький папчик с музыкой не забываем подписаться на канал ставим лайки жмем колокольчики в черный цвет делимся роликом друзьями еще раз вам писающий мальчик делимся этим великолепен со своими друзьями и пишем комментарии внизу все миссия выполнена осталось еще найти некоторые менее значительные экспонаты горячий бельгийский привет бонжур и марси